Хорошо, сегодняшняя тема вебинара, мы немножко поговорим о деревянном строительстве, деревянной архитектуре и хочу обратить внимание на то, что это не один вебинар, а это вебинаров у нас будет 4-5 на эту тематику, то есть сегодня у нас будет такой более вводный и дальше на следующих вебинарах мы также будем рассматривать нюансы, которые не рассмотрим сегодня. Сейчас я открою саму презентацию и приступим непосредственно к самому нашему вебинару. Вначале я покажу часть своих работ, которых мы делали в последнее время, часть из них в интернете есть, часть нету, но это больше информации для того, чтобы у вас сложилась картина, чем мы занимаемся, что мы делаем. В основном мы делаем то, что касаемо интерьеров, это коммерческий интерьер больше, общепиты, кафе, бары, рестораны, а также много архитектуры. Сейчас я вам пролистаю просто последние объекты, которые мы делали, чтобы у вас как-то сложилась картина в голове и могли понять, с чем мы работаем и как. Это кофейня в Днепре в торговом центре Пассаж на первом этаже. Мы делали, грубо говоря, кофейню Тузаново, там уже кофейня была, но она настолько морально устарела, что нужно было это все дело освежить. То есть мы у себя в интерьерах также применяем очень много дерева, не только в архитектуре, и делаем много всяких таких кастомных штук. Короче, много индивидуальных вещей. Все вот эти штуки мы стараемся рассматривать у нас на курсах, индивидуальные именно изделия, для того, чтобы повышать навыки всех. Также в последнее время мы разрабатываем, ну у нас есть часть таких заказов по коттеджам. Коттеджи разные, большие, маленькие, таунхаусы. Также много деревянных изделий в них присутствует. То есть в моем понимании для меня деревянная архитектура это не только из бруса делать какие-то там дома, а в принципе применять этот материал в своей работе. Это одноэтажный такой домик. Сейчас уже идет уже процесс донуливого цикла. Домик побольше. Также мы видим то, что фасад, который у нас ориентирован на проезжую часть, дереве. С этой стороны у нас бетон. Так у нас в проезжей части с забором выглядит это все дело. Также из последних объектов мы делали... Вот мы делали предложение. Для задачи мы сейчас согласовали. Это объект больше идет как реконструкция. Потому что здесь мы делали... Мы облагородили это все дело. Мы со света. Мы установили в основном то, что у нас такие видные фонари. Мы делали сам логотип больший. Также в таунхаусе тоже сейчас в работе. Но сейчас начинают тоже уже фундамент делать. Теперь перейдем непредседственно к теме нашего вебинара. Хочу поделиться с вами размышлениями моими о деревянной архитектуре. Как это вижу я. На самом деле дерево это такой материал, который связан всегда с какими-то воспоминаниями. И для многих людей, заказчиков этот материал он всегда теплый. Всегда ассоциируется с чем-то детством. Короче с чем-то таким классным. И для такого понимания более общего хотелось бы понять на самом деле это архитектура или пряничный домик должен быть. То есть для себя я не вижу целесообразным делать архитектуру. Вот такой вот мы видим сейчас на картинке в сегодняшних реалиях. Потому что когда-то эта архитектура была четко в свое время. Не говорю, что таких штук не должно быть. Ну конечно же не должны быть. Но мне кажется они больше должны функционировать в реконструкции. Ну либо в каких-то там культовых может быть сооружениях. В принципе я всегда, ну и вообще у нас мастерская ориентируется на то, что у каждого времени должна быть своя архитектура. То есть если сегодняшний рынок, сегодняшние требования, возможности, экономическая составляющая требуют определенных решений. То мы должны как бы действовать соответственно как это должно быть само собой. А не делать псевдо-прошлые какие-то решения. И как бы хотелось бы обратить внимание на то, что не стоит строить то, что ушло. То есть может быть есть заказчики, которые приходят, они там что-то хотят. Но возможно это только из-за того, что у них там есть какая-то проблема в том, что частичная какая-то неграмотность в той сфере, в которой мы работаем. И мы должны всегда как бы заниматься образованием не только себя, а также заказчиков. И мы всегда должны понимать, что архитектура это такая профессия, которая требует всегда получать новые знания, навыки. И здесь я имею в виду то, что примерно на картинке мы видим, что сейчас как бы такую архитектуру строят. Но строят ее как бы такой фейковой, потому что все вот эти элементы, они там сделаны уже не из тех материалов, из которых они делались раньше, это во-первых. Во-вторых, это заимствование уже более таких элементов, которые сегодня не очень актуальны. В виде там декоратовства и излишек. На самом деле я считаю, что классная архитектура, она не требует какого-то украшательства. Формой можно решить очень многие вещи. Формой, материалом, светом. Вот пример того, как ребята в Запорожье из гаража сделали классный дом и спасли всю архитектуру вот этой лепниной. Конечно же проект еще не завершен, но мне кажется, что получится очень классно. Конечно, это все такой стеб, но к чему стремимся мы у себя в мастерской и что мы будем рассматривать у нас на курсе, это как бы, во-первых, натуральных материалов. То есть всегда классно, любой интерьер, любая архитектура смотрится в натуральном материале. То есть это дерево и камень по умолчанию. Также на сегодняшний день есть такое как бы мнение, что к натуральным материалам относятся тот же металл и бетон и стекло, но это искусственные материалы на самом деле. Просто они настолько уже вошли в нашу обыденность, что мы считаем, что это уже натуральный материал. Я ничего не имею против этого материала, металла, бетона, стекла. Мы часто их применяем, классные материалы на самом деле. Но как бы они не являются натуральными. А то, что натурально, то, что тактильно, оно всегда дает другую эмоцию. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в сегодняшних реалиях у нас на самом деле идет такая эропластика. То есть много вещей вокруг нас из пластика, из продуктов нефтепереработки. Возможно, в этом ничего плохого нет. Но даже те же материалы HPL, которыми там щуют фасады, они как бы для того, чтобы выглядеть хорошо, зачастую стремятся хотя бы распечатать у себя, заламинировать структуру дерева. Но как бы это только подчеркивает то, что они как бы только подражают этому материалу. И, в принципе, на сегодняшний день также много используется композитных материалов. Конечно, если архитектура плохая, ее там композитными панелями не спасти. Если архитектура классная, какая-то футуристическая, то вполне классные решения. Ну, преимущество того же HPL это простота работы с материалом и то, что он может быть супер тонким. Что я как бы не приемлю ни в коем случае, это ни в коем случае это фейковость материала. У себя в мастерской мы стараемся не использовать фейковые материалы. То есть, я считаю, что это именно те материалы, которые уничтожают архитектуру. И эти материалы это все вот эти пенопласты, поликарбонаты, композиты, вагонки, ламинаты, ДСП и МДФ. Конечно же, в каком-то там процентном соотношении эти все штуки могут присутствовать в коммерческих объектах. И мы понимаем, что это неизбежно. Но вот такие вещи, я считаю, что должен всегда делать грамотный архитектор. И мы же формируем среду, в которой мы живем. Поэтому мы ответственные. Начнем ответственность за это. Не только перед самими собой, а как бы в общем. И в принципе всегда классными решениями в дереве являются решения на стыке материала. То есть, когда у вас есть какой-то конструктив, скажем, в металле частично. И он как бы продолжается в дереве. То есть, узлы, примыкания и так далее. Вот эти все штуки, в принципе, очень легко реализуемые в ревите. И поскольку у себя в мастерской мы используем много таких кастомных штук, индивидуальных. То мы эти решения находим в нашем софте. В ревите. И удобно это все формируем. Сейчас я показываю вам скрины. Это примеры того, что я нашел в интернете. И возможности работы с материалом в программе Ревит. И с архитектурой, которая является такой как бы со сруба. Мне ближе всего дикий сруб. Потому что у него есть характер, скажем так. Он показывает как бы свою структуру, свою кривизну. То есть, он не прячется, не стесняется этого. То есть, у нас на курсе мы будем рассматривать эти моменты. Обычную там, оцилиндрованное бревно, конечно же. Но также и дикий сруб. Вот моменты того, как это все выглядит в ревите. Это, к примеру, оцилиндрованное бревно. Но хочу обратить ваше внимание, что я не акцентирую на домах из сруба. То есть, я акцентирую на домах из дерева. И хочу обратить ваше внимание, что... То есть, если до этого мы говорили о тех же пряничных домиках. То на сегодняшний день можно делать сруб классный и в новой трактовке. То есть, он может быть каким-то таким. Также мы видим, что... Хотя много сейчас композитных материалов, много полимерных материалов. Все равно тенденция на использование дерева. Как бы... В общем, глобально она как бы есть. И даже с тем, что ультрафиолет наше дерево там выгорит, это все как бы не проблема. Дерево выгоревшее тоже классно смотрится. И даже обожженное. То есть, все вот эти вот элементы, которые мы видим, не только конструктивные. Не только применение, скажем так, дерева, как балки, колонны, раскосы. Не только в применении их как охраждающая конструкция в разбревновке. А также применение их как обшивки. И, собственно, на это как бы сформирован наш курс, на котором мы будем рассматривать дерево не только как материал для строительства обычных домов с сруба. Но также как материал для работы, скажем так, и в обшивке, и в любых других его трактовках. Сейчас я вернусь в аудиторию, в класс. Хочу с вами немножко пообщаться. А дальше покажу пару фишек в ревите. Если все слышно, видно, протисуйтесь сейчас, чтобы я видел какой-то ваш фидбэк. Окей, отлично. Окей. Также хотелось бы увидеть какие-то комментарии у вас в чате для следующих вебинаров и узнать, какие темы вам были бы интересны. Можете писать прямо в чат. Фахверк. Да, будет у нас тема по фахверку. В курсе она у нас есть, мы ее рассматриваем. Но также, сейчас я себе просто помечу, чтобы тоже затронуть эту тему у нас на вебинарах. Окей. Еще один фахверк. Хорошо, ребят. Не знаю, все ли есть у нас в группе ВКонтакте. Я сейчас просто ссылку в чат брошу. Те, кто как бы не зарегистрированы, то есть не у нас в группе ВКонтакте, можете пройти по этой ссылке и добавиться. То есть вы просто будете видеть все новости, те же вебинары, потому что в ближайшее время у нас их будет больше, чтобы всегда быть в курсе, можете добавиться. Так, и также, сейчас сброшу еще одну ссылку вам в чат, вторую. Это ссылка на страницу с курсом. То есть сейчас мы запускаем курс по деревянной архитектуре, на которой мы будем, на которой мы рассматриваем все вот эти нюансы, связанные с деревом на курсе. Мы планировали курс запустить в сентябре, но материал-контент уже есть. То есть кому интересно, кто хочет до группы общей попасть на курс, можете переходить по ссылке. Окей. Если больше аудитории нет никаких там вопросов, я, наверное, буду переходить в Revit. Крутить домики, те, которые в работе я не буду, сейчас нахожусь немножко не в мастерской, нету сервера, чтобы вам показать, но в следующих вебинарах можем это сделать. Хочу обратить ваше внимание на то, что в Revit удобно работать с деревом, в том плане, что вы можете вытащить любые параметры из программы в спецификацию. Но не только спецификацию, а в принципе любой данные, как бы с ними легко работать. То есть если делать модель, это понятно само собой, модель сейчас можно сделать во множестве, в котором много софта есть, которые позволяют это сделать. Но нюансы плюс делать это в Revit в том, что вы можете делать много индивидуальных вещей. То есть я не говорю о том, что делать просто модель, модель можно хоть в скетчапе накидать, но я имею ввиду то, что сделать это максимально, оптимально, ну то есть экономя время и экономя затраты времени, а также чтобы избежать максимального количества ошибок. Это как бы очень актуально в деревянной архитектуре, потому что часто дерево является материалом и конструктивным, часто этот материал может быть ограждающей конструкцией, несущей конструкцией, то есть он может быть чистовым сразу. И если мы работаем в Revit, нам легко предусмотреть нюансы, которые связаны с смежниками, то есть те же прокладки сетей коммуникаций, это все легко спрятать. Если мы это закладываем во время проектных работ, то нам намного проще. И также мы должны понимать, что чем компетентнее и качественнее наша модель, тем качественнее наш проект, который мы оформляем с нашей модели. И тем меньше мы будем ходить в настройку, контролировать это все, соответственно больше сможем взять объектов и как бы более качественно их выполнять. Что касаемо дерева, как разбивновка, то идея заключается в том, что создается набор семейств, который отвечает требованиям того, как мы хотим наше сооружение служить. Это не значит, что нам необходимо сразу же сделать все эти семейства за раз, а потом применять. То есть мы можем сделать семейство-заготовку, как в этом случае, то есть вот обычный брус. В том случае, если мы в проекте уже делаем какие-то элементы, которые требуют специального примыкания, то мы, соответственно, их уже и формируем. Если вас, допустим, волнует момент того, как там делать какую-то определенную врубку, чашку там какую-то, канадскую и так далее. То есть сейчас мы такие моменты, нюансы рассматривать не будем. То есть я вам покажу, как быстро отстроить конструктивный какой-то элемент и как быстро получить на него спецификации и так далее. Но хочу обратить ваше внимание, что вся эта штука, вся вот эта система, она работает только при одном условии. Словие заключается в том, что у вас должно быть в заготовке уже заготовлен шаблон. Мы его даем на курсе. У вас должны быть заготовлены семейства. И у вас должны быть заготовлены спецификации с параметрами, с всей этой штукой. То есть время мы экономим тогда, когда у нас есть уже заготовки. Если мы делаем это с нуля, то, соответственно, это делается все дольше. Если мы сделали какой-то определенный проект, это уже наработки до следующего проекта. То есть нам не нужно многие моменты делать заново. И я говорю не просто о топорном моделировании, о том, как получить виды, чертежи, спецификации и так далее. Схемы, объемы материалов, длины и так далее. Так, сейчас вернусь в класс. Если все окей, проплюсуйтесь в чат, чтобы я видел какой-то фидбэк. Или поставьте лучше единицу. Я уже был уверен, что все ок. Да, все, вижу, отлично. Окей. Сейчас мы рассматриваем оцилиндрованное бревно. Но, в принципе, аналогичным методом можно делать и дикий сруб. Просто применяются немножко другие модификаторы в создании этого элемента. Если мы перейдем в редактор семейства, то мы увидим, что у нас есть модель. Мы ее делаем в категории каркасный сущий. Для многих может быть вопрос, почему мы это делаем так. Связано это с тем, что для себя мы понимаем этот материал, как-то марки, сруба, как несущий. Пускай он моментами может быть просто ограждающей конструкции. Но в Кривите есть понимание категории. И лучшую категорию для выбора создания этих элементов мы выбрали каркас несущий, то есть это балки. Из них создаются очень много моментов, такие как... Ну, те же стропила, разделы какие-то коды и так далее. Если кому интересно, можем сделать также вебинар по деревянным конструкциям и там сможем рассмотреть раздел КД. В принципе, как работает данное семейство, то есть нам необходимо просто выбрать плоскость и на плоскости отрисовать наше бревно. То есть, если мы перейдем к разрезу, то мы его как бы увидим. Если нам необходимо какую-то стенку отстраивать. Сейчас я говорю о нюансах, которые связаны у нас непосредственно с рабочим проектированием. Если же вас волнует вопрос эскизного проектирования, там есть немножко другой алгоритм создания самого бруса. То есть, мы немножко сейчас пойдем от обратного. Если у нас уже есть какой-то эскиз, то нам есть смысл это все делать разбивновку как бы по-честному, с марками и так далее. Но если мы только эскизируем, то алгоритм создания немножко другой. Сейчас я вам быстренько покажу, как это уже в рабочке. А потом вернемся, покажу, как это в эскизнике. То есть, мы спокойно можем не пользоваться обычным копированием, а теми же массивами. И задать количество тех рядов, которые нам нужны. Ну, скажем, мы хотим 10 рядов, или там 12, разницы нет. То есть, мы можем быстренько это все раскидать. В том случае, если мы делаем там тот же дикий сруб, когда у нас там какие-то бревна должны вылететь, или какие-то заглубиться, то мы делаем просто два массива со смещением. И если мы хотим немножко получить какую-то визуальную разницу, сейчас не был пример, вот, визуальную разницу в этих бревнах, то мы можем сделать несколько семей и просто их менять. Либо же зеркалить, чтобы получить конец разум. То есть, эти моменты, они уже такие несут более условный характер. Мы, конечно же, понимаем, что когда проектируются вот такие вещи, то их делает не как бы низкоквалифицированный рабочий, а их дело действительно мастер. Потому что здесь свое искусство, даже подгонки всех этих моментов. Сейчас мы говорим о более простых вещах. Это оцилиндрованное бревно. Более сложные моменты мы рассматриваем у нас на курсе, но как бы логика, идея у них похожа. И далее, как бы, моментом является маркировка этого всего. То есть, если у нас все заготовлено, это все выглядит таким образом, что мы выбираем один типоразмер, применить, окей, все, у нас они как бы все промаркированы. То есть, и каждая марка, она на каждом элементе отображается отдельно. Если мы там что-то меняем, двигаем, марки за ними бегают, то есть, мы можем маркировать в любой момент. Марки наши, как бы, будут бегать за за нашими вот этими всеми делами. Это то, что касаемо, как это все быстро получить рабочке, и также спецификация заполняется сама. То есть, все вот эти брусы, которые у нас есть в проекте, они, то есть, вот у нас посчитались. То есть, вот мы видим эту марку, 12 мы скопировали, он посчитал их количество, общую длину, и из модели он берет объем. То есть, все вот эти вот данные получить довольно-таки быстро. Если нас интересует вопрос того, как это все делать на первом этапе, то на первом этапе, немножко это все делается по-другому. Так, этот проект я пока сохранять не буду. Так, открою проект. Частично начатый. Но нам важно сейчас понять саму суть. Так, вот у нас есть стена. Создадим аналог. Так, отрисовываем. То есть, если мы делаем эскизный проект, то нам ничего не мешает сделать эту штуку не отдельно по бревну, а сделать ее, как бы, целиком. И даже если мы, скажем, применяем какие-то элементы, идем на план, ну, те же, допустим, двери и окна, то вот эта вся штука их вырезает. На курсе мы рассматриваем все нюансы, которые связаны с данным бревном, как работать так, чтобы этот элемент не вырезался, как делать окна, двери, чтобы они под бревна четко подгонялись, как затусовку делать, и все вот эти моменты рассматриваем. То есть, по ссылке до этого я сбрасывал на страничку по данному курсу, что эти все моменты можно увидеть и рассмотреть. нюансы этой стены заключается в том, что у нас есть семейство профиля, которые позволяют нам из нашей стены вырезать ту конфигурацию, которая нам необходима. но у этой штуки есть свой минус, что вы не сделаете суперклассную куторо-разбивновку, но вы сможете очень быстро получить результат, потому что в два клика вы рисуете стены, также объем вы получить сможете, но длину каждого элемента получить никак не сможете. сможете получить общую длину стены только. Но если у вас уже как бы идет какие-то элементы более сложные, вот такие, соответственно, вам необходим уже как бы рабочий проект. Зачастую самым быстрым вариантом является такой как бы более гибридный способ, когда вы делаете часть эскизную, а какие-то элементы, в которых вы уверены делаете бревнами, как для рабочки. Далее, если у вас на все согласовано, все окей, это идет на стройку, вы элементы, которые были сделаны для эскизника, просто заменяете рабочими. То есть, можно, конечно же, делать сразу же это все, как до этого я вам показывал, для рабочки, но это на самом деле немножко отягечает работу в плане скорости, потому что есть моменты, которые должны быть более концептуальны, которые должны делать быстро, получить какое-то первое впечатление, эмоции и так далее. поэтому есть две технологии того, как с этим работать. Сейчас я вернусь в класс и хотелось бы пообщаться с вами, получить какие-то вопросы от вас, потому что у нас время уходит, у нас еще будет несколько вебинаров на эту тему, поэтому можете сейчас смело задавать вопросы, которые вас интересуют, и пока вы думаете, я вам брошу еще раз ссылку на тех, кто пропустил. то есть, это та ссылка на страницу по нашему курсу. в дальнейшем у нас также планируется курс по многоэтажным зданиям, то есть, мы последнее время работаем с, ну, то есть, у нас много архитектурных объектов, которые, как бы, не такие маленькие, но у них есть такая штука, коммерческая тайна, и мы не можем эти проекты показывать, но мы можем своими навыками делиться с вами на новых курсах, то есть, скоро появится курс по высотному строительству, по архитектуре, и мы делаем эти проекты не для страны СНГ, а для Евросоюза, поэтому есть много всяких полезных фич и штук, как это делают наши друзья из зарубежья. Не знаю, слышно мне или нет, потому что это вопросы никакие пока не идут. Если все слышно, поставьте хотя бы плюсики в чат. Или пишите вопросы. Слышно. Почему крушалки из дерева не любят, и почему поколенатка по густойковым объявы от выборания вина масла спасаются? Ну, я вам как бы сказал свое мнение, то есть для меня как бы архитектура более цельная, когда она не пряничный домик, скажем так. Ну, конечно же, для кого-то может быть это основной вид деятельности, я там не берусь кого-то там осуждать и так далее, но у нас на курсе мы рассматриваем все эти моменты, мы весь инструментарий рассматриваем. На данном вебинаре я просто хотел поделиться своими размышлениями, то есть ну, для меня вот эти всякие поликарбонаты, композиты и так далее, это фейковые материалы, ну, потому что они смотрятся дешево, с дерева смотрятся круто, то всякие поликарбонаты и так далее смотрятся не очень. Ну, конечно же, там композитные панели могут быть как бы классно сделаны, классно смотреться, я не против, против так же я как бы ничего не имею, но мы эти материалы стараемся применять не так часто, хотя очень часто применяем ашпер панели, не буду лукавить. Загорание дерева маслом спасается, ну, да, знает экламент, но все равно это нужно следить, ухаживать за этим делом, ну, как бы не каждый хочет. Можно подробнее создание семейства на основе балки и нюанса. Ну, семейством балки есть очень много нюансов, наверное, просто сделаем еще один вебинар, который будет именно по КД разделу, и там мы, наверное, просто обсудим тему совместной работы и архитектора, и конструктора в деревянной архитектуре, потому что конструкторское значение там тоже многое значит. Ну, конечно же, если строить там домики один-два этажа, и тогда, может быть, можно мутить без конструктора, просто опираясь на какой-то опыт того, что там запасом этот брус, бревно это все понесет. То есть, мы делаем какую-то архитектуру более сложную, потому что вот у меня на практике моих знакомых была ситуация, когда они делали классный дом, классная архитектура в дереве, но сделали просто большие пролеты без конструкторского раздела, просто верили в то, что просто все будет классно, но в итоге эти балки провисли, провисли настолько, что пришлось ставить дополнительные колонны, это все так классно отразилось на интерьере, что заказчик довольно не остался. Поэтому эти моменты важны с учетом конструктивных элементов. Поэтому это, наверное, целая тема, мы сделаем просто ее отдельным вебинаром, наверное, пятым. Можно подробнее создание снижения, а, как это я видел, фрезеровкой в интерьере, супер смотрится, дорого стоит, с фрезеровкой, что значит с фрезеровкой, ну да, мы делаем много элементов с фрезеровкой, на ЧПУ, режем и так далее. По нюансам, которые касаются почему мы это делаем каркасом несущим, я вам говорил, потому что мы относим это все к балкам, ну если строить какие-то аналитические схемы, то лучше, чтобы эта семейство действительно была балкой. То есть это лучше для конструктора, для оптимизации общей вашей работы. А то, как мы это семейство создаем, то есть это там хитрость, такие фичи, то есть мы у нас на курсе смотрим, но могу поделиться с вами нюансами, с которыми столкнулись мы. Это тот нюанс, что с балками не так гибко работать, потому что для них каждый раз нужно строить новую плоскость. В проекте происходит много оправок, нужно, чтобы оно было более резиновое. Поэтому в нашей балке мы разработали немножко другим способом, так, чтобы они были действительно резиновыми и как бы работали более удобно. Будет ли новый курс в формообразующем параметрике? Если эта тема актуальна, они будут, но да, ребята, если кого-то интересуют какие-то там новые фичи, новые мастер-классы, новые моменты, вы можете смело писать в группу в ВКонтакте. То есть под постом, который сегодняшний день у нас по этому вебинару, то есть вы можете под ним комментировать и написать, что ребята, спасибо там за вебинар, было бы интересно там какая-то тема. То есть вот эта вся штука, она вся мониторится, мы хотим, чтобы как бы наш круг общения как бы был рад тому контенту, который мы даем, мы стремимся к тому, конечно, чтобы он стал качественнее, поэтому фидбэк всегда нужен. Так, а дерево каркасные строительства будете рассматривать? У нас на курсе мы рассматриваем фахверк, если вас интересуют именно каркасники, у нас есть конструктор, который эту штуку делает, он как раз скорее всего проведет вебинар по конструктивной части деревянного строительства, и в принципе, я думаю, если эта тема интересна, он может сделать курс, но на это нужно какое-то определенное время. То есть, если вам интересно, в группе ВКонтакте можете писать. Спрашивают про запись, да, запись будет на Ютубе, я думаю, сегодня-завтра она появится. День ты динамо уже пользуешь? Да, мы пользуем динамо, а мы пользуем его, скажем так, не то, чтобы сидя в нем каждый день, у нас есть много заготовок, много скриптов, которые мы решаем и ускоряем процесс работы. Вопрос, если в том, используем ли мы динамо для моделирования, то для моделирования мы используем Ринограссхоппер, скажем, из последних объектов, где я вам показывал до этого наши работы, там такая волна была в кофейне. Эта штука делалась с Ринограссхоппер, но связкой с Ревит ее делал Арсений Иванов, который также у нас на ресурсе, а кто-то разделает курсы. Динамо мы пользуем в основном для оптимизации ускорения работы. То есть, это, если вас эта тема интересует, вы можете также пройти к нам страницу сейчас я сброшу ссылку по мастер-классам и здесь есть ну, то есть, здесь есть часть мастер-классов актуальные, которые как бы люди спрашивали. Скажем, вот отделка здесь решается, то есть, я показываю несколько вариантов, как ее сделать. То есть, один способ из них это с помощью динамных криптов. То есть, мы оптимизируем работу максимально. то есть, конечно же, там есть разные нюансы подсчеты, но на мастер-классе рассматриваем. Так, запись будет.